В России наступил дефолт по внешним обязательствам впервые с 1918 года, в ночь на 27 июня, истек льготный период для выплаты около 100 миллионов долларов просроченных платежей по государственным облигациям. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Деньги у России есть, однако рассчитаться по своим обязательствам она не может, так как платежи заблокированы санкциями. Дефолт в России подтвердило рейтинговое агентство Moody's. Подробнее в сюжете. Россия не смогла в срок рассчитаться по своим евробондам и не выплатила вовремя проценты держателям бумаг в размере более 100 миллионов долларов. Льготный период закончился в ночь на 27 июня, а пропуск платежа считается дефолтом. Кредиторы, которые давали России деньги, они сейчас находятся в зоне риска, что могут не получить свои деньги. Если Россия не согласится погашать эти обязательства, то тогда по отношению к России будут различные методы воздействия. А именно арест имущества за рубежом российского, за исключением дипломатического, реализация его и погашение тех долгов, которые Россия имеет перед кредиторами. Выплатить вовремя свои внешние обязательства Россия не смогла в связи с действием международных санкций. Временную лицензию, позволяющую держателям российских облигаций получить платежи, в апреле не продлил Минфин США. Срок действия этой лицензии истек 25 мая, а затем начался отчет 30 дней до объявления дефолта по этим платежам. При этом сами россияне последствия такого дефолта сразу не ощутят. Деньги, вместо того, чтобы выделяться из бюджета, например, на развитие, они пришли на погашение долгов. Поэтому в этой ситуации все-таки у них качество жизни ухудшится. Единственное, с чем я соглашусь, что это будет не прямо сейчас, это будет через какое-то определенное время, например, через год, но это обязательно будет. В России признавать дефолт официально отказались. Аргументировали тем, что свои обязательства по внешнему долгу выполнили вовремя. Обращаем внимание, что в соответствии с эмиссионной документацией по указанным выпускам, событием дефолта является отсутствие платежа со стороны должника. Однако платеж был произведен заблаговременно 20 мая 2022 года. Из публикации на сайте Министерства финансов Российской Федерации. 22 июня президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения обязательств по внешнему долгу России в валюте, подразумевающей совершение таких выплат в рублях. О том, что западные страны отказались получать деньги не в долларах США, в Министерстве финансов России не упомянули. В агентстве Bloomberg такой дефолт назвали мрачным маркером того, что Россия быстро превратится в экономического и политического изгоя. Валерия Никипелова специально для информационного марафона Freedom телеканала UAE. Ну и поговорим сейчас о последствиях такого возможного развития событий. С Сергеем Александровичем Хистановым, это российский экономист, он с нами на связи. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей, сразу вам такой вопрос задам. Сейчас вот прозвучало от нашего эксперта в эфире о том, что как будут платить эти долги, будут их лишать недвижимости и благодаря этим деньгам будут покрывать эти расходы. И у меня сразу такой вопрос. Насколько это действительно ударит по экономике России, учитывая, что вот информация, которая в противовес этому в открытых доступах, это то, сколько получает Россия за первые сто дней войны за продажу энергоресурсов в Европу. И я просто несколько цифр назову. Смотрите, выручка примерно 46 миллиардов евро за сырую нефть, 24 миллиарда евро за трубопроводный газ, 13 миллиардов евро за нефтепродукты, 5 миллиардов евро СПГ, 4,8 миллиарда за уголь. Ну и так далее и тому подобное. Насколько вот этот вот дефолт меркнет по сравнению с тем, сколько денег продолжает и будет продолжать Россия, пока эмбарго не будет полностью введена на энергоносители в Российскую Федерацию? Вы правильно заметили, что объем средств, которые получает Россия от экспорта своих товаров, на несколько порядков выше той суммы, которая привела к дефолту. Необычность нынешней ситуации заключается в том, что у России имеются средства и желание платить, но нет технической возможности это сделать. Из-за введенных ограничений платеж не проходит. Вот это вот довольно необычная ситуация, которая сильно отличает нынешнюю ситуацию от того, что было там в эпоху СССР. Скорее всего, какое-то решение в будущем найдено будет. Формально объявление дефолта каких-то краткосрочных последствий не вызовет. То есть единственное последствие – это снижение доступности кредитования на международном рынке капитала. Но сейчас в силу биполитических событий и без того это кредитование практически отсутствует. В более отдаленной перспективе России, скорее всего, будет сложно занять средства на международном рынке капитала. А если даже это и удастся, то придется платить заметно больше. Опыт показывает, что со временем подобные проблемы так или иначе решаются. Любопытно, но Россия заплатила по долгам Российской империи, которые были сделаны еще до 1917 года. Причем первый платеж прошел в 1997 году, а окончательно долги Российской империи были погашены в начале 2000-х годов. Поэтому со временем проблема будет решена, но это вопрос достаточно отдаленной перспективы. Сергей Александрович, такой вопрос дилетантский. А простой человек, обычный обыватель, житель России, он на себе почувствует последствия дефолта? Практически совершенно нет. То есть если и почувствует, то спустя долгие годы, за счет того, что и российскому государству, и российскому бизнесу будет сложнее получить деньги путем займа за рубежом. Но еще раз повторюсь, это вопрос не в ближайшей перспективе. Я слово дефолт помню с детства. В 1998 году мне было 14 лет. Я жил в России, учился в школе. И как-то все тогда этот дефолт почувствовали. В чем разница того кризиса 1998 года и сейчас? Ну, хороший вопрос. Дело в том, что у меня как раз в 1998 году образовались первые седые волосы, что для тех лет мне было еще рано. Отличие в следующем. Тот дефолт произошел на фоне огромного дефицита бюджета и привел к многократной девальвации рубля. На пике почти шестикратный. И это почувствовали все. Нынешний, если можно так назвать, дефолт происходит в условиях, когда дефицит бюджета практически отсутствует, когда, несмотря на заморозку, там около половины международных резервов, оставшаяся часть резервов достаточно велика. И вот в этом между ними огромная разница. Рубль практически никак не отреагировал на вот это событие. Поэтому, хотя слово дефолт психологически воспринимается довольно тяжело, отличие между нынешним и событиями 1998 года просто огромное. Тут еще мы говорим такие сложные экономические понятия, девальвация рубля, дефолт, вот все вот эти вот структуры, которые сложны для понимания. А если вот более простым языком, смотрите, на одной чаше весов деньги, на другой чаше весов технологии, составляющие компоненты практически для всех отраслей экономики Российской Федерации. Так что более сильно бьет? Дефолт и девальвация рубля или отсутствие поставок составляющих комплектаций и невозможность быстро совершить импортозамещение, о чем российская пропаганда так часто говорит? Импортозамещение вообще дело довольно непростое. Даже в советские времена это процесс, который занимал годы, а то и пятилетки. Но в моменте вот этих вот сложностей с получением технологий привели к тому, что часть продукции сознательно упростили. Уже выпущены там партии автомобилей без АБС, без противобуксовочной системы, без подушек безопасности. И хотя, конечно, такое упрощение на пользу автомобилям не идет, но, в общем-то, спрос на них достаточно приличный. Поэтому часть, в кавычках, импортозамещения сведется просто к упрощению продукции. И, в общем-то, заметные части потребителей вот такое положение дел их, в принципе, устроят. Вопрос, Сергей Александрович, мы знаем, что вы спешите. Буквально короткий вопрос, короткий ответ. В обычной жизни, да, если я не могу заплатить, вот у меня, например, заблокирована банковская карточка, могу попросить Ксению дать ей денег и сказать «заплати». Возможно ли это в межгосударственных отношениях? Может ли кто-то за Россию заплатить? Та же Беларусь, например. Ну, теоретически возможно, хотя в новейшей экономической истории подобных прецедентов не было, да. Были прецеденты, когда государство оплачивало какими-то товарами. Такое тоже случалось. Но для того, чтобы это произошло, необходимо согласие второй стороны. Собственно говоря, той, которая является кредитором. Ну, сейчас пока такого согласия и близко не наблюдается. Поэтому вот теоретически то, что вы спрашиваете, возможно, на практике довольно маловероятно. Спасибо вам. Спасибо большое. Сергей Хистанов, российский экономист, был на прямой связи. Благодарим вас за время. Ну, а мы немножко добавим. До-до-до-до-мо. Я прошу прощения. Дефолт – это сильный удар по финансовому имиджу России, который обычно закрывает для страны выход на внешние рынки, заимствований на многие годы. Вернуться на цивилизованный финансовый рынок даже после войны и стране-агрессору будет очень тяжело. Особенно учитывая, что мировые инвестиционные банки, рейтинговые агентства и аудиторские компании ушли с российского рынка и не скоро вернутся. Об этом заявил заместитель исполнительного директора в МВФ от Украины Владислав Орошкован. Для страны-агрессора финансовая жизнь после дефолта будет интересной, но недолгой. Путин хотел походить на Петра, а будет похож на Владимира Ульянова-Ленина. Такую судьбу он избрал себе сам. Подождем и посмотрим, как Россия продолжит скатываться в состоянии экономического, финансового и политического изгоя для большинства стран мира. Они все равно за все заплатят. Когда после смены режимов в России и выплат послевоенных репараций Украине инфраструктуру фондового рынка начнут восстанавливать, на это уйдут годы, и Россия начнет свой путь с мусорного статуса своего долга. Владислав Орошкован, заместитель исполнительного директора МВФ от Украины. Антироссийские санкции работают, поэтому их нужно усиливать. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Вот его слова. Россия впервые с 1918 года объявила дефолт суверенного долга в иностранной валюте. Санкции перекрыли пути платежей зарубежным кредиторам. Необходимы санкции против всей банковской системы России. Сейчас важно это сделать. Андрей Ермак, глава Офиса президента Украины.